Дому музею Ленина исполнилось 99 лет. В день его рождения был дан старт празднования столетия легендарного музея. В конце 19 века в этом доме жила семья Ульяновых. Это было их первое собственное жильё. Здесь вырос и возмужал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, организатор и основатель первого в мире социалистического государства, столетие которого мы отмечаем в этом году. Это первый и единственный ленинский музей, который создали современники Ильича. Когда музей создавался, близкие Владимира Ильича, его сёстры Анна Ильична, Мария Ильична, брат Дмитрий Ильич приняли в этом непосредственное участие. Всё, что находится в нашем музее, от интерьеров, рисунка обоев до расположения мебели, до культурных домашних растений, всё воссоздано по непосредственному совету Анны Ильичны. Славная традиция общения сотрудников музея с потомками семьи Ульяновых сохраняется и по сей день. В частности, с потомками Любови Александровны Ардашевой, сестрой Марии Александровны Ульяновой, мамы Владимира Ульянова – Ленина. После кончины Александра Дмитриевича Бланка, отца сестёр и деда Ильича, Любовь Александровна стала хозяйкой семейного имения в Кокушкино, где часто бывала семья Ульяновых. В этом году в Ульяновск приезжал Дмитрий Константинович Корчевский, который является праправнуком Любови Александровны Ардашевой. Он принимал участие в форуме историков, было представлено геологическое древо семьи. И Дмитрий Константинович рассказывал о своей тётушке, а именно о Татьяне Павловне Шаковой-Басовой, которая оставила многочисленные воспоминания. Дмитрий Корчевский во время своего визита передал в фонды Ленинского мемориала архив семьи и предметы, среди которых столовые приборы. Когда-то они находились в Кокушкинском доме, и ими также пользовался Владимир Ильич Ульянов, когда был в гостях у тётушки. Как сказала заведующая музеем, в настоящее время архив изучается, предметы описываются. Их можно будет увидеть в экспозиции к столетнему юбилею Дома-музея Ленина.